Это программа «Фигура речи» и с вами я, Марк Скрипка. Сегодня у меня в гостях Инесса Бара. Сомелье, писатель, руководитель международного писательского проекта «Женский взгляд». Отчего происходит такая жажда к писательству у русских, и особенно за границей? Чувствуется недостаток родной языковой среды, и его нужно восполнить. Дело в том, что когда переезжаем за границу, то первая задача – это адаптация к культуре, к традициям, к менталитету, к привычкам. После того, как этот этап проходит, то возникает следующий, возможно, не у всех, но у некоторых – не потерять родной язык и родную культуру. Например, если в семье, в кругу друзей человек, переехавший за границу, говорит на языке этой страны, то постепенно, когда нет практики, родной язык уходит. И могу сказать, что порой это заметно в текстах, когда человек пишет. То есть обороты речи, грамматика уже начинают страдать. Да, я это понимаю. А вообще русские за границей друг другу помогают? Они идут навстречу друг другу? Мне встречались люди, которые всегда открыты, и я их не делю на русских или на французов или на какие-то другие национальности. Мне кажется, что это вообще не зависит от национального признака, от того, какой это человек. Я могу сказать, что с этим мне повезло, и мне встречались довольно приятные и открытые люди, которые были готовы помогать. Расскажите о салоне «Русская литература» в Париже. Одна из наших соавторов, Татьяна Баженова, она представляла там наши сборники. Действительно, люди приходят и интересуются, потому что вот этой вот культуры и литературы не хватает. И интерес как раз-таки, мы говорили сейчас только что о том, что много русскоязычных во Франции, в том числе и в Париже. И да, есть, наверное, недостаток и спрос на такого рода мероприятия. Ваш литературный проект — это бизнес? Знаете, бизнесом это назвать сейчас невозможно. Да, разумеется, для души. Я бы, пожалуй, не стала заниматься чем-то, что мне не откликается внутри. Пока на данный момент он не окупается, но мы к этому стремимся и идём. Авторы принимают какое-то участие финансовое? Да, для того, чтобы стать соавтором очередного сборника, писатели вносят взнос денежный. Я могу объяснить, почему мы ввели платный вход в сборники. Потому что, на самом деле, это гигантская работа, которая проводится по работе с авторами. Мы работаем в закрытом чате Телеграм онлайн. У нас проходит чтение черновиков рассказов, помощь авторам в развитии сюжета, героям. Ну, то есть любые сложности, которые возникают у писателя, в том числе у начинающего, и не только с написанием черновика рассказа, мы стараемся помогать. Потом у нас существует в проекте команда редакторов. Их семь человек, которые редактируют и корректируют рассказы. Мы совместно выбираем название для сборника. У нас работает дизайнер. Это всё труд. Далее идёт верстка и публикация на сайте сам издата. Очень много работы невидимой стоит за изданием книги. Наши сборники на площадках Ридеро, Литрес, Озон, Букмейт, Вайлдберрис, Яндекс, Строки, Амазон, Авито. На самом деле, много где можно найти наши сборники в электронном варианте. Также есть магазин в Санкт-Петербурге, который называется «Книги кофе». А также у авторов, связавшись с авторами, потому что мы делаем авторский заказ после выхода сборника. И авторы потом реализуют собственные книги. Один из самых крупных книжных магазинов заказал серию наших сборников себе. Совсем скоро в «Читай-Горде» тоже можно будет увидеть наши книги. Санкт-Петербург Санкт-Петербург Сколько сборников прозы вышло и какой следующий? Наш писательский проект выпустил уже четыре сборника рассказов об известных городах. Это Париж, Питер, Венеция, Истамбул. Сейчас, в данный момент, мы уже начали работу над пятым сборником, и он будет о Барселоне. Несмотря на то, что рассказ художественный, то есть это может быть абсолютный вымысел, обязательно в нем должен присутствовать город. Ну, я понял. Город должен присутствовать не просто как декорация, может быть, даже как персонаж. Город, он должен влиять на судьбу героя, он должен быть связан с ним. Действие, которое происходит в рассказе, его невозможно было бы перенести в какой-то другой город. Хорошо. Почему только проза? А как же стихи? Вы знаете, мы совсем недавно начали наш проект. Он зародился в сентябре 22-го года, и поэтому мы пока сконцентрировались на прозе. Заявок на стихи пока не было. Возможно, это будет еще. Покажет время. А где вы находите авторов? Мы ведем социальные сети. У нас есть телеграм-канал, у нас есть инстаграм, у нас есть сообщество ВКонтакте, у нас есть ютуб-канал. Мы даем интервью в газетах, журналах, вот на радио. А еще мы проводим презентации. Как только у нас выходит очередной сборник, в разных городах и странах авторы проводят презентацию книги. На эту презентацию приходят люди, и очень часто это не только читатели, это еще и писатели. И потом к нам поступают заявки. А можно писать с вами? А как к вам попасть? У любого дела должен быть кто-то, кто это все организует. Кто скажет, ребята, давайте начнем и закончим. Потому что если нет человека, который, например, устанавливает дедлайны, то продукт не будет завершен и ничего никогда не будет издано. Писатели народ творческий. Если им не ставить дедлайны, то произведение не будет написано никогда. Наверняка вы знаете людей, которые очень долго пишут, годами и десятилетиями, и в итоге либо издают, либо вообще не издают свои творения. У нас примерно написание сборников плюс-минус три месяца. В эти сроки нужно, чтобы все авторы, а их у нас от 20 до 24, написали свои рассказы. Рассказы были отредактированы, выложены на площадке сам издата, прошли модерацию и были изданы. Это работа. И нужно поддерживать, скажем так, вот это вот рабочее состояние. Собственно, этим я и занимаюсь. Давайте поговорим о французах. Какие они? Вот что вы можете сказать? Французы мне задают примерно такой же вопрос. Оправда ли, что все русские пьют водку? Оправда ли, что все русские очень любят холод и предлагают, соответственно, выпить рюмку водки и так далее? Я говорю, нет, ребята, все русские очень разные. И то же самое, на самом деле, я могу сказать и про французов. Они все очень разные. На улицах они яркие в одежде? Они не очень яркие. Но, естественно, встречаются люди, на которых больше обращаешь внимание. Именно через одежду. Ну вот, есть же люди, которые любят выделяться. В маленьких городах этого как-то меньше. Я слышал, что у французов любимый – это черный цвет. Я могу сказать, что это правда. Рождественские наряды в магазинах, которые продаются, это в основном черные. Можно иногда что-нибудь блестящее встретить. Поэтому, да, ничего красного, яркого, синего, зеленого, желтого. Даже для праздничной одежды вряд ли встретить. Мне нравится вот эта сдержанность цветовая такая. Какая музыка играет в парижских, ну и не только парижских, кафе? Мне кажется, очень разная музыка играет. Если она играет, в принципе. Потому что в кафе люди ходят не слушать музыку, а беседовать, пить кофе. А тихофоном? Нет? Иногда бывает, но далеко не всегда и не во всех кафе. Давайте вот о сомелье. Сомелье – это сложно? Это как мастер-парфюмер? Вы знаете, я не думаю, что сомелье можно сравнить с парфюмером. Насколько я понимаю, парфюмер – это тот, кто делает духи, кто составляет именно букеты для парфюма. Нет, мастер-парфюмер еще раскладывает на запахи. Если мы смотрим с этой точки зрения, то есть параллели. Потому что главное мастерство сомелье – это, конечно, дегустация. И дегустация – это как раз-таки разложение вина на несколько составляющих. Визуальную, на запахи и на вкусы. Я не думаю, что это прям сложно. Это практика. И нужно это дело любить. Это очень-очень увлекательно. Потому что, когда впервые получается почувствовать разные ароматы в вине, это прямо такое… Для меня это было действительно открытие. Когда я училась в университете вина, у нас были занятия целый день. С утра теория, потом идет дегустация примерно 10-15 вин. Вечером я приходила и просто падала. Именно из-за того, что нагрузка идет. Во время дегустации это не просто определить. Нужно это все проанализировать. Это очень серьезная нагрузка именно на мозг. И, соответственно, от этого очень сильно устаешь. Любой ли может стать сомелье? Да. Если только у вас нет каких-то действительно серьезных проблем с обонянием. Для того, чтобы можно было различать с человеку запахи и ароматы в вине, нужно просто тренировать свое обоняние. Чем, собственно, мы и занимались. Когда эта тренировка идет под руководством профессионала, это все гораздо легче и понятнее происходит. И вы сейчас работаете в этом направлении? Я веду частную практику, провожу дегустации, инициации в дегустации. Я провожу туры по винодельням. Вот буквально в пятницу поведу группу. Смотрите, искусство сомелье состоит в том, чтобы во время дегустации, базируясь на тех данных, которые мы выявляем, можно просто получить удовольствие от дегустации, да? А можно еще из этого извлечь какую-то информацию. Например, информация о том, как подавать это вино, в каком бокале, при какой температуре, какое блюдо лучше всего будет сочетаться с этим конкретным вином. Собственно, вот эти вот пэринги гастрономические – это задача сомелье. И всегда сомелье в ресторанах работают в паре с шефом. У них даже проходят дегустации, совместный блюд и вин, чтобы составить вот эти вот пары гастрономические, самые удачные, скажем так. И чтобы потом посетителям, клиентам можно было предложить вот такой вот опыт интересный. И сомелье очень много дегустирует не только вин, но и блюд, разумеется. Иначе просто невозможно будет предложить лучшее сочетание. Если собственного багажа у сомелье нет, именно в плане блюд, в плане вкусов и ароматов, ну, то есть его выбор будет очень сильно ограничен. Существует порядок дегустации, и когда мы начинаем даже не просто дегустировать вино, а когда мы подаем вино к обеду или к ужину, вот этот порядок желательно соблюдать. Это на самом деле, да, это, наверное, в какой-то степени искусство. Но к нему можно совершенно спокойно приобщиться, зная какие-то правила дегустации, зная правила совмещения как раз-таки вкусов, запахов, на что влияет. Это действительно очень интересно. Мне кажется, профессия сомелье уникальна тем, что никогда невозможно узнать все, и можно постоянно учиться и открывать что-то новое для себя. Что мне нравится в вас, то, что вам это нравится. И то, и другое это чувствуется. Я хотела сказать о том, что мне всегда очень нравятся люди, которые страстно увлечены. И я сама ориентировалась в профессию сомелье, потому что я встретила таких людей. Когда я переехала вот в этот регион сюда, на юго-запад, это винодельческий регион, Гаяк, я встретила виноделок, в которых почувствовала вот эту вот страсть, вот эту вот энергию и нескончаемую любовь к земле, к вину, к тому, что они делают. Они так об этом рассказывают, так этим живут, что невозможно не заразиться. И я начала очень серьезно интересоваться вином и учиться. Человек на своем месте, на любимом месте. Это называется просто счастье. Когда действительно любишь то, что делаешь, этим легко делиться и заразить другого человека, и сказать, смотри, как здорово. Ну да, вот передача какая-то такая происходит. Что вы нам прочтете из прозы? Я, наверное, вам зачитаю небольшой отрывок из рассказа Анны Киселевой «Источник». В сентябре Париж удивительно хорош. Словно лето забыло, что ему пора уходить, и по привычке продолжает заботливо припекать. Но эти сухие прозрачные деньки уже наполнены осенней ностальгией. Кроны каштанов лишены зеленого блеска и подернуты ржавчиной. Их первые листья уже опали и теперь шуршат коричневым облаком под ногами, высыпавших на обед школьников. В руках дети держат бесполезные под полуденным солнцем курточки. Без них по утрам никак. Настолько свежо, что зябко даже открывать старый сразу после сна. Крики и смех соединяются со звуками автомобильных гудков. Ветер с сены мягко подпевает. А уличная терраса наполняется дребезжанием вилок в перемешку с нескончаемой болтовнью. Два сезона удивительным образом переплетаются в этом городе, играя по своим, известным только им, правилам. У Хлой тоже было время обеда. Она сидела на ступеньках пантеона в окружении стаек таких же студентов и с аппетитом доедала сэндвич с тунцом. Из ее хлопковой сумки, лежащей тут же, выглядывали зеленое яблоко и спортивная бутылка. Хлой была рада стать частью этого мира. Ее мечта поступить в магистратуру философского факультета пантеон Сарбон исполнилась. Хлой обожала Париж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я всегда говорю, и как сомелье, и как писатель, что очень классно дегустировать не только вино, но и саму жизнь, проникая именно в детали, останавливаясь и обращая внимание на какие-то мелочи. Вот это и есть, наверное, проживание жизни в моменте. Вот как бы еще не думать, это уже так, не для передачи. Знаете, что этот момент может закончиться. Момент жить в моменте. Именно когда мы погружаемся в свои ощущения, что такое дегустация, это как раз-таки отключение даже в какой-то момент ума и полностью переключение на свои пять чувств. Когда мы созерцаем, когда мы ощущаем ароматы, вкусы и у нас есть осязание, мы вот в этот момент, мы находимся сто процентов в моменте. И здесь уже нету места каким-то мыслям о будущем или о прошлом. И здесь мы получаем информацию от наших рецепторов. Это самый простой способ вот заземлиться, что ли, да? Самый простой способ остановиться и почувствовать, что вот он я, я живой, и я могу чувствовать. И это очень здорово. Получается, ведь я от рук, от пальцев. Дегустация — это включение абсолютно в моменте всех наших пяти чувств. Представьте себе, что вино наливается в бокал. Вы слышите звук вина, который льется в бокал. Потом вы смотрите, вы рассматриваете оттенки, смотрите, насколько оно блестит, как вот эти блики играют на поверхности вина в бокале. Затем вы подносите бокал к лицу и вдыхаете ароматы. Вы концентрируетесь на обонянии сейчас. Что я сейчас чувствую? Какие это ароматы? При всем при этом вы держите бокал в руке, у вас есть тактильные ощущения. Вы делаете глоток, и здесь вкусовые рецепторы вступают в игру и начинают очень радоваться, потому что им поступает информация. Ух ты, здесь вот такие вот ощущения, здесь такой вкус. Вы представляете, насколько идет погружение в самого себя, в свои собственные ощущения, которые мы получаем от рецепторов? Я всегда после дегустации спрашиваю у людей, вы сейчас думали о своих каких-то проблемах? Вы сейчас думали о том, что вас ждет завтра, что вам нужно ребенка там везти в школу или я не знаю, чем еще там заниматься, какие-то отчеты готовить на работе? Люди отдают себе отчет в том, что нет, они об этом, обо всем не думали. Они были абсолютно погружены сейчас в то, что мы делаем именно сейчас. И этот принцип дегустации можно перенести, можно дегустировать, например, утро. Когда вы утром встаете, обратите внимание, какие слышите вы звуки, что вы видите, какие запахи вас окружают. Возьмите бокал воды или чашку кофе и вот насладитесь этим вкусом и ароматом. Мне кажется, будет здорово. Малая проза – тяжелый формат. Как вы справляетесь с целостностью сборника? Это же уйму рассказов надо соединить как бы в одно большое произведение или я чего-то не понимаю? Вы совершенно правы. Наши сборники, я так надеюсь, и это наша цель и задача, читаются как одна книга. И то, что малая проза, казалось бы, малая же проза, писать же нужно меньше. Это же не роман и не повесть. На самом деле, да, это непростой формат, потому что ограниченное количество знаков, а у нас в сборниках есть лимиты, то есть мы принимаем рассказы от авторов от 5000 знаков до 16000 знаков, потому что мы определили вот такой вот формат. И чтобы еще рассказы не читались, например, один очень-очень большой, а другой очень-очень короткий. То есть вот и с размером рассказов мы тоже к этому подходим со смыслом, скажем так. И когда начинают писать рассказ, те, кто писал раньше, они начинают разгоняться на роман прям сразу. И тут, собственно, задача редакторов — подсказать, помочь, сократить и оставить самую суть. Потому что рассказ — это один максимум два героя и какое-то одно событие, которое погружено в сюжет в контекст конкретного города. Целостность сборника — это прямо задача со звездочкой, скажем так, над которой редакторская команда работает очень и очень долго. И это прямо тетрис такой, знаете. Потому что редакторы читают, естественно, все рассказы, понимают, какая ритмика у каждого рассказа. И параметров для составления сборника очень много. И хочется учесть их все. Поэтому мы переставляем рассказы и пробуем читать их. А если вот так? А если вот так? Ну, то есть, это прямо, да, задача. Мне хочется думать, что нам удается это делать. И читатели отзывы дают такие, что, да, действительно, несмотря на то, что жанры рассказов очень разные и писатели все очень разные, авторский стиль, да, отличается. Это доказывает то, что это не один человек писал. И оправдывает название сборника. Но, тем не менее, книга читается как единая книга. Это вот прямо такое интересное решение. Иногда даже бывает так, что каждый автор пишет свое произведение совершенно самостоятельно, сам сидя перед компьютером, я не знаю, или где-то на листочке. А потом, когда мы зачитываем отрывки, бывает так, что вот я не знаю, как это происходит. Это какое-то, наверное, общее энергетическое поле сборника, в котором мы находимся все. Что происходит так, рассказы действительно перекликаются. И в питерском сборнике, например, у меня и у автора еще одного, Светланы Громович, у нас были последовательные истории. Это одна история, рассказанная двумя героинями, двумя разными авторами, каждый со своей стороны. Насколько мы соединены друг с другом, когда мы пишем о каком-то городе сборник. У вас есть какие-то в жизни увлечения, хобби? Ответь на этот вопрос мне сложно, потому что дегустации я настолько люблю, что для меня это не работа, а удовольствие. Это и есть ваше хобби, да? Вино из хобби превратилось в профессию. Вот так вот. Я очень люблю гулять, ходить пешком, смотреть новые места какие-то. Это да. Как давно были в России? В мае 23-го года как раз прилетала специально на презентации наших сборников, которые проходили в Москве и Петербурге. Это программа «Фигура речи». Провел ее Марк Скрипка. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграм, Прога ФР. И до новых встреч! Я долгое время танцевал с партнершей. Дуэт назывался «Француз и его спутница». Я не знал ни французского языка, понимаете, ни долгом этой Франции, но так целенаправленно мы танцевали под французский шансон и были очень популярны в Петербурге. Я на юго-западе Франции живу, и у нас сегодня очень солнечно, хотя утром было довольно-таки прохладно, всего 4 градуса. А я почему-то подумал, что вы в Париже. Наверное, потому что первый сборник у нас называется «Я жду тебя в Париже». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова